здравствуйте друзья здесь зимитков юрий сегодня 27 января и понедельник и с чего начался понедельник с обвала на всех рынках вслед за нефтью обваливается индекс s&p 500 поздно вечером он уже начал валиться в пятницу 24 вот мы видим он уже начал падать понедельник открывается обвалом что на рынке нефти посмотрите они начала валиться несколько раньше она начала валиться еще 22 скажем января конкретно начала валиться от чего это происходит но можно долго рассуждать кто делать самое главное вот что надо думать о чем надо думать ну говорят что коронавирус но бог с вами значит если кто-то считает что коронавирус так коронавирус все внимание приковано просто к нему коронавирусу но но друзья мои вот лично мое убеждение смотрите все время давайте еще раз вернемся к индексу s&p 500 посмотрите он начиная с начало вот 2019 года в конце прошлого года он упал очень сильно между прочим и вдруг он начинает расти трамп говорит все посмотрите благодаря мне индекс s&p растет на америке все хорошо и он накачивает 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 его и посмотрите что такое индекс s&p это акции это общий курс акций это ну средний средний курс акций по больнице грубо говоря в америке все прекрасно кричит трамп благодаря мне я вот такая обезьяна я все сделал чтобы в америке все было прекрасно там действительно все великолепно безработица низкая трамп подписал фазу 1 с китаем китай обязуется намного больше покупать американских товаров все хорошо между тем в северной америке они подписали еще и у с м сей соглашение которое тоже значит там свободная торговля канада мексика америка это же расширение торговых отношений сейчас наезжает на европу говорит на европу сейчас поднимем пошлины чтобы в америке было побольше денег все великолепно казалось бы но есть еще и производство вроде бы производство такими темпами не растет и когда я смотрю графики сейчас к сожалению быстро не могу найти на market tweets там написано что стоимость акций взлетает а производственные показатели так быстро не летят вверх и получается что есть разрыв между развитием производственных мощностей и стоимостью компаний вот в чем дело и что происходит от этого разрыва смотрите акции переоценены а прибыль компаний ну как бы не такая уж и большая и сейчас наступает сезон отчетности и и к инвесторам приходит ну какое-то отрезвление что рынок то переоценен и ожидается коррекция смотрите что может быть значит если показатели отчетности будут хорошими то смотрите вот здесь вот оценка акции которые вот выросли да то если оценка если производство подрастет за акциями то а значит и акции немножечко опусти но все более-менее устаканится а если производство не вырастет то вот что произойдет с акциями они упадут сейчас то что мы сейчас наблюдаем посмотрите вот график одна палочка один день это коррекция это еще не повод для паники совсем даже повод для паники но говорят что повод для паники это если падение в 30 процентов индекса snp 500 пока он упал там на 3 но там три с половиной процента это ни о чем посмотрите он еще в общую тенденцию вот если провести прямую линию он в общую тенденцию складывается куда он может упасть он упадет до 2 800 и это будет все равно все еще коррекция а вот падение будет если индекс упадет ну скажем там до 2000 вот это будет падение то есть если он грохнется сюда и что делать какие акции покупать я вот смотрю публикации блин за последние два месяца тесла там или за три месяца практически удвоила свою капитализацию тесла побила все рекорды тесла значит превысила джим и ford вместе взятые надо ли покупать теслу вот друзья мои вот что надо продавать так это теслу я точно могу сказать самый большой пузырь я думаю что на американском рынке это тесла это классика просто вот это но просто пузырь вот а все остальные но в среднем тоже сильно переоценены что делать я не призываю вас распродавать акции и вкладывать деньги в банки потому что в банках тоже они обесцениться я не призываю вас покупать доллары потому что черт его знать что будет с долларом трамп возьмет и уронит доллар и все ну не трамп америка потому что а что им делать остается если будет кризис ну как бы ребята извините каждый за себя вот и поэтому поэтому давайте мы еще посмотрим есть еще один такой веселый индекс викс вот он какой это индекс страха посмотрите он непрерывно был на низких уровнях и посмотрите вот буквально вчера он подскочил викс индекс страха страх страх в экономике растет и есть опасения что будет все таки но по крайней мере падение и кризис кто зарабатывает в кризис медведи в кризис зарабатывают на срочном рынке потому что акции в шорт вы не продадите но либо не продадите американские акции в шорт российские акции вы можете продать в шорт но за шорт надо платить однако за шорт берется 16 процентов годовых если вы чисто на фондовом рынке продаете акции в шорт а если вы на срочном рынке начинаете торговать фьючерсами то если вы открываете позицию в шорт никакого кредита именно поэтому в моменты падения индекса в моменты коррекции кто зарабатывает те кто умеет работать на срочном рынке а что такое срочный рынок на срочный рынок это фьючерсы и опционы вот именно поэтому сейчас у меня основное внимание основной фокус внимания на опционах потому что опционы позволяют ну кратно увеличить прибыль и если кто-то говорит что опционы это вот очень опасно да это очень очень рискованно и я планирую до провести начать обучение и я думаю что вот буквально сегодня я уже начну предварительный сбор за заявок сбор желающих кто хочет подключиться к этому обучению но друзьям и именно срочный рынок именно в периоды падения то есть когда мы готовы мы вооружены против падения и ну что я могу сказать но да я снимал видео недавно совсем когда вот было угроза войны и так далее по нефти да ой так угроза войны по нефти была и вот здесь вот вот где он вот она подпрыгнула а потом упала да здесь я потерял друзья мы я уже в тот момент закрыл все эти позиции и у меня уже опционная конструкция в шорт работает и вполне себе великолепно и там хорошая прибыль я вам скажу и я пытался рассказать о том что такое опцион кол на примере доллара ну вот там помните да видео было но пока эти видео не пользовались популярностью а вот то которое про опцион на доллары сказать как можно заработать купив опцион кол но я там немножечко я сам испугался на самом деле потому что люди очень как бы эмоциональные и готовы принять скоропалительные решения я призывал не делать этого поэтому я это видео снял с открытого доступа она будет в доступе по подписке тем кто подписался потому что но это очень хорошее объяснение я до сих пор считаю что она хорошее объяснение вот поэтому срочный рынок и опцион и этим надо заниматься ну а сейчас напишите пожалуйста вы думаете по этому поводу поставьте лайк поделитесь этим видео еще раз говорю поделитесь этим видео с друзьями иначе вы потом узнаете что вы правильно сделали на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий